МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события. В студии Ольга Ловина. По данным оперативного штаба, на 30 октября в регионе подтверждено еще 152 заболевших коронавирусом. 56 жителей нашего региона выздоровели и были выписаны из больниц. Медики призывают носить медицинские маски в общественных местах и транспорте. Это защитит не только вас, но и сбережет здоровье окружающих. Будьте сознательны. Поможет и дезинфекция. Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками. Не пренебрегайте прививками от сезонных простудных заболеваний. В редакцию нашего телеканала регулярно поступают обращения от населения Брянской области. В СМИ прошла информация о том, что якобы в брянских аптеках пропали многие лекарства. Так ли это? Мы выяснили у директора предприятия Брянской фармации депутата Брянской областной думы Михаила Иванова. Первый вопрос – это общие лекарственные средства, сезонные лекарственные средства. Данных лекарств у нас в наличии, все в порядке. Что касается препаратов для лечения новой вирусной инфекции, ковида, то здесь действует система такая, что это препараты повышенного спроса. Поэтому они быстро разбираются. То есть, естественно, в каких-то отдельных аптеках есть и недостаток. Стараемся быстро пополнять остатки и привозить медикаменты, чтобы они были в достаточном количестве для нашего населения. Что касается общих препаратов для лечения льготных категорий граждан, то здесь в этом году прецедентный шаг сделал наше правительство. Губернатор Брянской области выделил дополнительные средства. Изначально на территории области было предназначено 755 миллионов рублей для лечения льготных категорий граждан региональной льготы. На сегодняшний день дополнительно выделили еще порядка 380 миллионов. То есть, в принципе, те проблемы, которые мы ощущали весной, когда бюджет заканчивался, все пополнилось. Я думаю, что население это ощутило, что очередность лекарственных препаратов исчезла. Также обеспечиваются федеральные льготники. Для стационаров в период пандемии весенней было выделено более 300 миллионов рублей для стационарных вольных. И сейчас, буквально неделю назад, пришла информация о том, что для лечения областью больных также выделяются деньги. Это будет порядка 50 миллионов рублей. В ближайшее время, я думаю, что они поступят тоже на прилавки. Те стандарты лечения, которые наши врачи прописывают, стараемся обеспечить население в полном объеме. Важно помнить, что впрок запасаться лекарствами не стоит. У каждого препарата есть свой срок годности. Антибиотики врачи призывают приобретать строго по назначению лечащего доктора. Не занимайтесь самолечением. На переднем крае борьбы с коронавирусом конечно же наши медицинские работники. Это врачи, медсестры, санитары. Все, кто ежедневно, в непростых условиях, борется за жизнь и здоровье каждого пациента. Телеканал «Брянская губерния» объявляет о старте акции благодарности «Спасибо медикам». Если вас или ваших родных и близких, друзей, не обошла стороной болезнь, но вы мужественно сражались и победили ковид, присылайте в нашу редакцию на электронный адрес «БГ, Дефис, ТВ, Собака, Мэйл, Точка, Ру» свои видеоблагодарности медицинским работникам. Также указывайте свое имя и фамилию. Все истории мы разместим на нашем сайте «Губерния. Точка, ТВ» и в эфире. Обращаем внимание, телефон при записи следует держать горизонтально. В нашем регионе начала работать первая цифровая РЭС на базе Брянского района электрических сетей. Запуск важного стратегического объекта состоялся во время Всероссийского совещания с участием министра энергетики Российской Федерации. В видеоконференции принял участие губернатор Брянской области Александр Богомас. Министр энергетики отметил, что цифровые технологии, внедряемые в электросетевом хозяйстве Брянского района, повысят надежность электроснабжения потребителей, сократят время реагирования на аварийные ситуации и снизят потери электроэнергии в сетях. Районные электрические сети создавались с применением современных цифровых технологий, связанных как с взаимодействием оборудования и подсистем, так и с организацией работы персонала. Это интересный опыт, на который стоит обратить внимание. Персонал отдела учета электроэнергии будет обеспечен смартфонами, со специальными встроенными программами. Они позволят сотрудникам РЭС продуктивнее решать задачи, связанные с системой интеллектуального учета и работой по сокращению потерь в распределительной сети. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу сказать огромную свою благодарность компании «Россети» за ту огромную работу, которую они проводят на территории нашего региона, а это и модернизация, эксплуатация существующих энергосетей, вводу новых мощностей для бесперебойного электроснабжения наших промышленных предприятий, секс-хозяйственных, наших бюджетных предприятий. И, конечно же, ту работу, которую они проводят сегодня и по подключению предприятий. Когда все документации, они делаются быстро, очень качественно и в срок, и наши новые предприятия промышленности, сельского хозяйства, они вводятся очень быстро, эффективно, ну и, конечно же, социальные объекты. Это и школы, и детские сады, наши больницы, это и наши спортивные объекты. А для примера, только в этом году спортивных объектов мы вводим 12, а это 6 бассейнов, 6 ледовых дворцов. И вот вся эта работа, которая зависит от рассветения, она, как я сказал, делается качественно, быстро и в срок. Так что еще хочу поблагодарить компанию, ну и, конечно, сказать огромное спасибо. Создание цифрового РЭС в нашем регионе – первые, но уверенные шаги на пути полной цифровизации энергетического комплекса Брянской области. Министр энергетики отметил заслуги регионального правительства в выполнении такого важного проекта. Работа совпала как раз с той ситуацией биологической, которая складывалась в этом году и продолжает складываться. Поэтому, конечно, строители и региональные власти проделали, конечно, огромную работу для того, чтобы в этих условиях завершить эти объекты. В прямом эфире в режиме видеоконференции была дана команда на запуск новой цифровой Брянской РЭС. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов, События Брянск. С чувством выполненного долга закончили смену брянские мостостроители. Последняя балка уложена на мост через реку Снежить в рамках глобальной стройки дороги Дамбы Брянск-1, Брянск-2. 8 сентября первая балка легла в основание моста через реку Снежить. Четыре пролета. Мостостроителям предстояло в каждой из них уложить по 20 балок. Итого 80 на весь мост. У нас хорошо получилось, никаких осложнений не было. Все было сделано согласно планированию. Был составлен график поставок с завода-изготовителя. Это с Белгорода. Балки поставлялись автотранспортом своевременно, в срок. Снимать репортаж про последнюю балку моста мы бы могли только в феврале. Но это по первоначальному плану строителей. Работы удалось провести в рекордные сроки. И балки моста уложены меньше, чем за два месяца. Изначально, когда мы приступали к строительству этого моста, там у нас было запланировано монтаж балок на зимний период. Это окончание февраль месяц 2021 года. Ну вот в связи с изменениями, с корректировками мы постарались ускориться, насколько это возможно. Работа ювелирная, как со стороны короновщика, поднимающего балку весом более 50 тонн, так и с принимающей стороны. На участке трудится 25 человек. Бригада монтажников вот 6 человек. Это ребята, которые с большим опытом, большая им благодарность за эту работу. Все смонтировали качественно и в срок. Каждая из этих балок, прежде чем попасть сюда, преодолела путь в 500 километров из Белгорода. Рабочие отмечают качество материалов, а в целом на мост дают гарантию в 50 лет с пометкой, что это минимум. Решение губернатора вместо 4 полос делать 6 не внесло коррективу в смету, только в техническую часть. Изменилась конструкция закладных балок, переносится барьерное ограждение, все меняется, колесоотбой будет новый стоять. Все это прошло экспертизу, что нагрузку полностью шестиполосную мост выдерживает, опоры, ростверки, стойки, все соответствует. Что дальше? До конца года мостостроители должны закончить все бетонные работы. Омоноличивание балок, швов, подъездных путей, монтаж деформационных швов. Мы зимой планируем отсыпать с двух сторон дамбы, укреплять, делать зуб упора. Они будут бетоном, амоноличные. Так что работы на зиму вполне достаточно. Асфальтоукладчики заедут на мост уже весной. Впереди строительство еще одного моста. Он выйдет на набережную, в том месте, где сейчас понтонный мост. Андрей Мамошин, Сергей Дюков, События, Брянск. Будущие повара, кондитеры, бариста и официанты осваивают новое оборудование. В Ирянском техникуме питания и торговли состоялось открытие пяти современных мастерских. Это стало возможным благодаря победе техникума в грантовом конкурсе в рамках национального проекта образования. Снизу у нас гречка, это попкорн. Масло разогревается и закладывается попкорн. Получается ой, закладывается гречка и получается попкорн. Эти фингерфуды первое, что приготовлено в новой мастерской техникума питания и торговли. Студентка четвертого курса и серебряный призер недавнего национального чемпионата молодые профессионалы Барина Михалева осваивают новую площадку поварское дело, не скрывая волнения и восторга. Вообще отлично. тут много оборудования, которого нет в большинстве ресторанов или каких-то кафе. У нас очень много нового, которого даже нет допустим во всей России. Первые десерты на подходе уже и в мастерской хлебопечения, и в кондитерской. Холодильники, конвекционные печи, термомиксеры и не только в общей сложности в распоряжении студентов теперь более 700 наименований оборудования. Открытие мастерских позволит студентам нашего техникума получить качественное профессиональное образование, станет точкой роста подготовки специалистов сферы услуг региона, станет площадкой для профессиональных навигаторов и школьников, а также для подготовки сотрудников предприятий нашего региона, повышение квалификации преподавателей спецдисциплины и мастеров производственного обучения, в том числе для них пенсионного и предприятий оборудования. Более 16 миллионов рублей такого размера федерального гранта, за счет которого удалось создать пять новых мастерских. Такую поддержку получили лишь семь учреждений среднего профобразования в Центральном федеральном округе. Новое оборудование, которое позволяет расширить твой кругозор и способности. Возможности, конечно, колоссальные. Первое, это соответствие мировым стандартам. Везде практикуется и применяется это оборудование, и теперь мы тоже имеем такую возможность показывать своим студентам не просто на картинках это оборудование, а уже именно в процессе приготовления блюд, технологические процессы непосредственно на том оборудовании, которое на самом деле уникальное и дорогостоящее. Оборудованная всем необходимым площадка для занятий теперь появилась и у будущих маркетологов. А это настоящий мини-ресторан. Оттачивать мастерство здесь будут будущие официанты, бармены и бариста. Новое оборудование это и доступность новых компетенций в рамках чемпионата молодые профессионалы. Теперь не только поварское дело, но и кондитерское, а еще ресторанный сервис, хлебопечение и интернет-маркетинг. Возможно, скоро копилка наград техникума значительно пополнится. Кристина Пресхилова, Денис Пашков, События Брянск. Новые пионеры. 29 октября крупнейшая в России детская общественная организация российское движение школьников отметила пятилетний юбилей. Свой день рождения активисты страны отметили в онлайн-режиме. Оглянись вокруг себя стоят твои друзья. Перед нами все открыты горизонты. РДШ, команда рядом вместе ты и я. Сделай шаг смелее, займи новые высоты. Активные, творческие, целеустремленные. За пять лет к российскому движению школьников подключились ребята 230 школ Брянской области. Как когда-то в советские годы пионерия, сейчас РДШ основа личностного развития подростков и молодежи. Создано движение было по указу президента страны Владимира Путина. Это действительно стало тем движением, которое объединяет сегодня лидеров, которые учат быть лидерами среди школьников, помогает ребятам себя найти, найти в разных направлениях, проявить себя в добровольчестве, в творчестве, в спорте, в патриотических направлениях. Конечно, Российское движение школьников сегодня объединяет ребят для того, чтобы помочь им определиться в будущем. Мы от души поздравляем наших партнеров, наших друзей с пятилетия. Создано уже более 130 первичных отделений. Это организации, которые очень серьезно относятся к деятельности, которые участвуют в огромном количестве проектов, которые объединяют большое количество ребят. Российское движение школьников объединяет четыре направления основных деятельностей. Это гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное направление и военно-патриотическое направление. Девятиклассницы Юлия Филина и Ольга Егорычева в числе активистов РДШ уже три года. Копилки их достижений организация самых разнообразных мероприятий и конкурсов. Было организовано дистанционный лагерь, классная компания, где дети, пускай дистанционно, но проводили время с пользой. Они играли, веселились, ну и участвовали в интересных конкурсах и мастер-классах. Первый наш конкурс, который мы сами организовали, это была великолепная семерка. То есть ребята с разных школ собирались в команды, соревновались между собой, они показывали знания истории нашего города, района. С уверенностью могу сказать, что российское движение школьников – это не просто команда единомышленников, это целая большая семья, которая независимо от времени и места всегда протянет тебе руку помощи. В день рождения РДШ для школьников страны была организована онлайн-встреча с российскими звездами, шоу-квадрокоптеров и еще много всего занимательного. Александра Седачева, Владислав Пескунов, События Брянск. В рамках программы инициативного бюджетирования в деревнях Тиганово и Добрунь Брянского района капитально отремонтировали памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подробнее в следующем сюжете. Сохранить и увековечить память односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, стало возможно по инициативе жителей и территориального общественного самоуправления молодежной Брянского района. По программе инициативного бюджетирования в деревнях Добрунь и Тиганово капитально отремонтировали два памятника. Всего на территории Брянского района располагается 112 памятников Японских захоронений периода Великой Отечественной войны. И в честь 75-летия Победы в рамках участия в программах различного уровня у нас было запланировано этот год во всех поселениях ремонт памятников на общую сумму больше 2,5 миллионов рублей. Пять стел из черного мрамора, на которых имена 360 воинов, отдавших жизнь за свободу своей родины. В июле приступили к ремонту памятника и 17 сентября ко дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков памятник был торжественно открыт. Общая стоимость ремонта памятников в деревне Добрунь и Тиганово составила более полутора миллионов рублей. И это средство не только областного и муниципального бюджетов, но и деньги спонсоров. К 9 мая мы всегда приходили тут с цветочком. У меня дед ветеран погиб во время войны в 43-м году в Венгрии. Здесь много жителей, которые воевали. Бабушкина сестра взорвалась, когда начали бомбить Тиганово. А сейчас сделали очень красоту. В Добруне здесь очень. Это спасибо. Проходят все митинги, посвященные Дню Победы, Дню освобождения Брянщины. Сюда приходят все поколения от мала до велика. Детский сад, лицей, пенсионеры, молодежь, ветераны Великой Отечественной войны, которые еще остались живых, мы их сюда тоже приглашаем. И у нас здесь проходят замечательные массовые мероприятия. Поэтому для нас это место важно и свято. Спасибо огромное. И вот и низкий поклон, кто причастен вот к такой красоте. Обновленные мемориалы, теперь центры притяжения и действительно святые места для людей всех поколений. От школьников до ветеранов. Артемий Маркилов, Марина Николаева, Максим Кузнецов. События. Брянский район. 2 миллиарда 755 миллионов рублей взысканных долгов за год. С таким результатом брянские судебные приставы подходят к профессиональному празднику. 1 ноября Институту службы судебных приставов России исполняется 155 лет. Служба судебных приставов сегодня гарант исполнения решения судов и защиты интересов граждан. В этом году брянские приставы перешли на новый вид госслужбы в органах принудительного исполнения, которые теперь относятся к правоохранительным органам. Установлено, что в этом году один судебный пристав в среднем взыскивает долгов на сумму 17 миллионов рублей, а всего за год служба судебных приставов исполнила решение суда и взыскала в целом 2 миллиарда 755 миллионов. Налоговые и таможенные платежи, различные штрафы и госпошлины. В консолидированный бюджет страны за 9 месяцев поступило чуть меньше миллиарда рублей. Взыскивают приставы за должности по зарплате. С начала года это 106 миллионов. 135 миллионов рублей приставы взыскали и перечислили в счет погашения долгов по алиментам. Активно ведется работа по аресту и передаче на реализацию имущества должников. Общая стоимость арестованного имущества за прошлый год составила почти полтора миллиарда рублей. В ближайшее воскресенье служба судебных приставов отметит 155 лет. Коллектив телерадиокомпании Брянская губерния поздравляет всех судебных приставов области с профессиональным праздником. Андрей Мамошин События Брянск. Брянский пловец Илья Бородин продолжает бить рекорды. Наш земляк воспитанник спортивной школы Дельфин в пятый день чемпионата России по плаванию который проходит в Казани стал самым быстрым на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Установив при этом новый рекорд России и новый юношеский рекорд мира. Напомним ранее мастер спорта международного класса из Брянска также с рекордным результатом стал лучшим на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. Берегите себя. Носите маски. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...